Причем некоторые из этих спектаклей, они же очень редко идут в Москве на сегодняшний день. Они идут не редко, но некоторые идут уже по 25 лет. По 20 лет. Ну вот, например, Роман Григорьевич, например, спектакль «Путаны». Да. Вот уже сколько лет этот спектакль идет с таким, знаете, воспринимается публикой с таким невероятным каким-то восторгом, и в принципе снимать этот спектакль, наверное, было бы глупо. Ну, во-первых, мой ученик Ефим Шифрин, понимаешь, он пришел, когда ему было мама-мама, 17 лет, понимаешь, и его не взяли ни в один, ну, в театр Воктангова, в училище его не взяли, сказали, что лицо его очень славянское, и он расстроенный уехал в Ригу, поступил в университет на философский, опять приехал и, конечно, пришел ко мне. Этого не могло не быть, понимаешь? И он замечательный, и причем драматург в Италии специально для него, это один из самых замечательных артистов Италии, он уже умер, написал для него. Он его увидел и сказал, таких артистов у нас единицы, а вы вот так совершенно спокойно молодого нам представляете. И написал замечательную пьесу, которая так и называется «Путан». Но тем не менее, смотрите, вот то, что касается «Путана», «Служанок», да, еще нескольких спектаклей, то есть было какое-то ощущение у критиков, что они вот-вот сойдут, тем не менее, до сих пор практически не купить билеты. Ну, понимаешь, потому что если ребенок за это время не приходит играть, не приходит получать звания, зарабатывать деньги, правда? Когда есть материальный прицел во главе, тогда детство исчезает. А когда ты приходишь, чтобы продолжить радость и восторг от самой жизни, потому что это главное, и восторг от встречи с публикой, публика сразу, как только артисты выходят, моментальную энергию, эту игру, когда дарят вот сердечно-энергетический посыл, они чувствуют моментально. И в конце зрители, поверь мне, аплодируют не артистам, аплодируют себе, что в них есть потребность и способность любить и играть.